здоровенькие ребята вы на канале ford mac ну что же новый ролик с канала акра про разные странности посвященные снэком чипсом сухариком и сразу же у нас тут экранчики те самые чипсоны у пацан наверняка кто помнит на моем канале выходил шорс я покупал эти сухарики ради пробы потому что я считал что это реально продавалось и хотел понять насколько же это будет плохо и по вкусу сухари были просто не как уж это просто был очень паршивый хлеб который будто остался не сушиться в духовке а его оставили в кладовке он отсырел немножко стал мягким неприятным и без специй ну давайте посмотрим какие еще интересности из мира снэков нам поведут погнали чипсы по сериалу слова пацана вместо чипсов и блеевой пиратская кукуруза с закосом под машу и медведя что скрывает гепард честер из чипсов читас я бы я бы то не стал жрать через какую боль он прошел и в какой стране его запретили как в наше время рекламных персонажей отменяют и по какой причине для дядю беда за что он так ли страдался что за битвы сухариков из прошлого сегодня мы во всем этом разберемся не отходите далеко иногда так автору здравия приятного аппетита а мы продолжаем все массово здрев далеко не все чипсы могут быть с нами вечно казалось бы только недавно в супермаркетах свое место занимали чипсы изи пизи я их еще видела не помочь продавались вроде как это дайте такие остаточные партии логерша насти явлеевой где девушка маскот с улыбкой скрывающий боль висела на про долговатом предмете и говорила столь души раздирающую фразу как холодец аля хрена за душу берет но после скандала с голой вечеринкой чипсы стали постепенно пропадать с полок магазинов впрочем судя по всему все не так уж плохо и продукт потихоньку возвращается однако мне кажется теперь маскота в купальнике будут избегать если кто-то подумает что ку а серьезно юлик и кузьма делали на то обзор все пола вечеринка продолжается в 2d формате опять придется кается но зато пока ивлеева находится в опале магазины переключились на феномен сериала слова пацана двое из актеров популярного сериала запустили чипсы эу пацан и возможно конечно моя проблема в том что я не смотрел сериал для полного понимания контекста но лично меняете суровые лица на упаковках скорее пугают чем мотивируют что-то там купить как без шуток я бы честно вот если бы чисто не ради прикола проект насколько они паршивы по вкусу я в такой никогда не купил потому что честно это выглядит как какой-то очень очень паршивый рофл знаете как тот помню продавался очень такой тупорывы вариант шоколадки в нулевых назывался помню ски форме типа мужицкий на сле как обычный шоколад по вкусу но он толще он с этим с металлическим дизайном с этим болтами с остальной подкладкой типа там и написано форме да мужики ведь бабам жрать шоколад незавидно пусть моют посуду блять если серьезно чё за бред блять мужской кетчуп пикадор он же пидор я реально такие дизайны порой не понимаю типа пацан там пожри картошечки а тип серьезно у нас так мало что ли пацанских снеков тушечки ощущение что если я сейчас откажусь то меня тот час отмудохают переулки так что лучше согласиться вполне возможно что шашлык как раз таки был сделан из отказавшихся но ждем теперь ответвление типа сухариков я вам не чушпан главное подобрать правильное название когда-то в омске производились сухарики под ох омская птица названием путинки но вся эта история длилась совсем недолго и вовсе не потому что кто-то позвонил из кремля с недовольством просто упаковка путинок ну очень напоминала сухо ебать реально как два близнеца была ситуация с сухарями было там помню назывались они эти как или две корочки то ли два хлебушка короче типа сухари который прям очень сука копировали те самые три корочки реки кириешки настолько что какой-нибудь слабовидящий человек со стороны мог бы и не увидеть разницу или вообще подумать что кириешки сменили название ради понимаешь ли политической интеграции разумеется все это привело к неизбежным судебным разбирательством но это не просто банальная история про суды здесь есть любопытнейший момент подготавливаясь ко всем этим разборкам компания что была ответственна за выпуск кириешек зарегистрировала сайт путинки точка ру и данный сайт встречал пользователей таким текстом вы ожидали увидеть здесь информацию о сухариках путинки пожалуйста и вот уже расстилалась информация о том что путинки нагло украли свой дизайн у кириешек и то что идет подготовка к судебному делу более того сайт демонстрировал какие плагиата сухарики уже были уничтожены силой юристов кириешек к примеру почившие бренды под названием кири юшки и бериешки также имелись угрозы что с дам некоторые вообще не заморачивались айналашки чего скоро падут такие вещи как айналашки и ку аэрмашки в конце авторы сайта еще и потешали что авторы путина книга кур курмалашки вообще был бы отлично за эти курмалашки со вкусом кюш барана вообще было бы охуенно я в такой попробовал жареный суп и забили за собой данный домен благодаря чему и появился этот сайт сейчас это антиреклама скорее работает наоборот интересно какие на вкус были эти самые путинки разумеется этого уже не узнать ведь бренд ожидаемо загнулся а вот кириешки все еще с нами правда уже совсем другой упаковкой возможно чтобы окончательно выбить память о путинке и сознание масс а ведь тут хотя бы название сделали непохожие свете популярности мультсериала маша и медведь и соответствующих тем а сейчас мы на пасы территории потому что возможно сейчас придут про обладатели такие вот упоминание нашего мультика а вы же знаете мы такое не любим и вот сейчас засудим нахуй или вообще ее видос удали просто блять я реально в шоке с того сколько роликов легло которых даже не было оригинальной музыки или кадров с машей медведем а просто такие юморные разборы ческих сладостей появились кукурузной палочки под названием маша и миха и да так как очевидно у производителей не было лицензии на использование этих персонажей с такой упаковкой полагаю у них должны были быть проблемы но ничего есть решение и вот уже на упаковке красуется медведь бук из сезона охоты и рапунцель ведь охуеда решение живут в россии под новыми именами по программе защиты свидетелей но это еще ладно ведь ранее можно было наткнуться на такую жесть как кукурузной палочки миша и даша что такое что с тобой сделали билочка если тебя держат заложниках какие-то бьюти-мейкеры пожалуйста моргни вот а я знаю какое лицо будет приходить к вам в ночных кошмарах но иногда бывает машинка на уровне добавь точку и поменяй одну букву перед вами чьи . тос иранские снеки который гордо носят на себе маскота обезьяну в отличие от американского гепарда но зато оба уважают скейтборд иранский маскот в отличие от гепарда честера постоянно радует детей улыбкой даже за секунду до того как возможно попадет в дтп со стороны это может показаться каким-то очередным дешевым длинным брендом который пытается выехать за счет схожего названия с чем-то популярным но немало людей в интернете пишут что чьи . тос реально вкуснее чем привычный нам читас блять заинтриговали я и так нигде не могу кранчи читас найти эти еще такое есть интересное вкусовое решение к сожалению проверить мы это не можем но зато это отличный повод акцентировать внимание на звери с пачки читас что мы вообще знаем о гепарде честере но носит черные очки даже в помещении потому что это круто круто даже в темное время суток потому что крутость нельзя терять ни при каких обстоятельствах он может дотронуться хвостом до твоего оголенного живота зато сам со временем стал одеваться видимо чтобы никого не смущать честер рассказывал нам про биоников мотивируя купить его продукт менялся в размерах тон ах блять самые таза с этим фишки с биониками господи нет помню мне несколько штук вы вожали не пропали куда-то высотой со взрослого мужика то он вынужден стоять на табуретке чтобы не позориться ну и конечно же но было ли так все самого начала читас были изобретены еще в далеком 1948 году и потихоньку завоевывали рынок но как бы не были хорошие чипсы их надо было как-то продавать таким образом для продажи снэка в 1968 году был создан персонаж и нет никаким гепардом там даже не пахло познакомьтесь точно я помню тут самый мышонок просто мне как-то в нарезке разный рекламу пытался именно нет не этот ролик там по-моему где он эту стену красил он пробовал разные вариации были читаться вот эти фрайк и вот были бэйк дайте бэйк я бы хотел попробовать это мышонок читас да по сути название чипсов который многие из вас знают всю жизнь это имя вот этого героя и да довольно логично что сырные закуски представлял именно мышиный персонаж казалось бы он просто создан для этого в отличие от дерзкого и экстремального гепарда мышонок читас был абсолютно спокойным я бы даже сказал утонченным аристократом и говорил с аудиторией в кратчево и most of the рекоменды че-то узкий слава пас и обручить слава and coming to kinds of crunches впрочем ему было не влом выйти из образа он мог и на колеснице прокатиться и тарзана закосплеить персонаж обладал удивительной спокойностью в одном ролике он аж полетел на луну обнаружил что она не сделана из сыра но держался молодцом ведь у него был с собой свой читас на удивление после укуса сырной вкусняхи луна развалилась а ну все видите не нужно было там заморачиваться базу использовать обоссывать луну как эггман просто похрустите читасом там как и к сожалению карьера самого мышонка маркетинговые боссы читас по итогу пришли к выводу что грызун недостаточно работает на аудиторию его отправили на свалку истории а в 1986 году на месте мышонка появился гепард честер и в первом же ролике герой заявлял о своей личности потому что крутым персонажем нужно говорить о своей крутизне а то вдруг вы не догадаетесь на деле ничего крутого в этой рекламе честер так и не сделал даже не смог отжать у пацана чипсы по сути в первых роликах честер был неудачником который все время пытался получить вкусняшку но это вообще не приводило какому-либо успеху для него даже получить пустую пачку чипсов оказалось непосильной задачей вообще честер будто бы показывал скорее отрицательный пример одержимостью читасом например какая-то кукушонок тони как его звали который рекламировал вот эти вот кока пауз в надежде получить чипсы выходил на автомобильную дорогу не оглядевшись по сторонам после чего его нога знатно страдала от машин сейчас такую рекламу скорее всего вообще бы не пустили в эфир дабы дети не побежали повторять за честером столь необдуманный поступок забавно что кстати вот в этом отношении меня удивляет многие рекламы когда пытаются знаете там цензурить пытаются перепроверять думаешь дети настолько тупые какого хрена господи аж может быть куда здрав понимаешь что ребенок поймет что это мультик а всякие случаи но к сожалению случается этого нельзя избежать полностью даже сквозь боль гепард идет за читасом но в ролике нам даже и не показывают получил ли он заветные снеки вполне возможно он страдал зря и с одной стороны мне больно наблюдать как гепард раз за разом терпит неудачу и постоянно испытывает боль есть в этом какой-то садизм с другой стороны за все эти многочисленные ролики честер даже ни разу не пытался ну там не знаю найти работу и купить это долбаный читас самостоятельно они постоянно пытаться его у кого-то стырить с другой стороны а многие бы из вас готовы были бы взять на работу антропоморфного хищника серьезной зависимостью с настолько в отношении пародий до сих пор эту самую абсолютно ебанутую пародию где там шутили на название почитал столько тос писали не как это с а то с то есть как пальцы ног и там был намек на фетишизм лучше не ищите этот страшный хуйня серьезное что честер готов выкинуть девушку с высоты лишь бы добраться до заветных снеков но вообще честер пытался вот например честер пробовал себя в амплуа учителя но что в итоге даже когда читас был у него в руках он пострадал от детей что нещадно пробежались по нему учитывая все травмы которые получал честер с трудом могу представить насколько же у него весомая история болезней твою налево он проглотил зонтик а потом он открылся у него изнутри братан серьезно может это все того не стоит забавно наблюдать рекламу чипсов где парень читает какую-то смешную открытку что добавляли в пачку читас но выглядит это будто бы чел угорает конкретно над честером и над его беспомощностью забавно но русская аудитория полный честера вообще не таким вот да у нас честер был куда более крутым гипар честер изумительный охотник острый мух и способность бегать со скоростью до 110 километров в час позволяет ему настигать любую жертву честер не терпит посягательств на свою добычу вот это мужик когда чипсы начали появляться в россии честер был представлен настоящим гигачадом первом ролике он мог вальдовать про этого тигра тоннил до фури папочку из frost of flex и самый хлопий а вот наш гигачад не только что маскулистый но тоже мощный яжно кайфовать на гамаке потом на сверхскоростях сбегать за читасом вернуться обратно еще и поставить на место гиену что посягала на его пищу смотря на все это отечественная аудитория даже не представляла через что персонаж прошел чтобы стать таким перед нами был самец который добивается своих целей очень страшный прикол помню сколько же вариаций числа в итоге сгинул это обидно ям грустно очень грустно все вспоминаю опять же решеточки вот эти самые вкусные были свечуной сыром были вариации спицей эти завитушки со сметаной куча потрясающих вкусов которые в итоге в итоге сейчас просто канули в лету это обидно у которого стремительно встает хвост когда он слышит о том чего хочет и это не была какая-то специальная версия для россии 90-х которые без того насмотрелись на насилие честер везде обновился как персонаж настолько поднялся что недавно встретился аж с полковником сандерсом из kfc привет здоровян давай сделаем это безумно вкусным нам нужно еще через я но будем честны гепард немножечко уже под застрял своем гипертрофировано крутом образе но фанатские работы успешно обновляют его по крайней мере да я твои фанатские работы с этим перебару они визуала не хочешь перекусить так чтобы у тебя не было сырных палочек обычно я грущу из-за утраты маскотов прошлого и тут вроде бы такая же ситуация история по сути смыла из памяти масс мышонка чита с который был первым и справлялся без всяких связей со знаменитостями это обидно найти хотелось бы чтобы он вернулся в какой-то красоте чтобы его вспомнили хотя бы но честер по итогу забрал все внимание себе однако пожалуй если немного поразмыслить мышонок вовремя исчез ведь честер прошел через то что врагу не пожелаешь и все же в этой концепции ранних страдальческих реклам есть интересный контраст мы наблюдали вроде бы крутого невозмутимого зверя который терял все свое самообладание когда видел чарующее лакомство и по итогу оказывался не таким уж крутым можно было бы даже нащупать мораль настоящая крутость определяется поступками и результатами а не солнцезащитными неплохо очками и пыль например напоминает ситуация как с джонни браво итогу честер реально развился как персонаж прошел настоящий путь что свойственно далеко не всем рекламным маскотом но жизнь продолжила быть к нему жестокой в 2018 году честер исчез упаковок читас в мексике там вышел закон запрещающим мультяшным персонажем появляться на упаковках нездорового питания чего и теперь вместо привычного честера на упаковке находится большая буква сейф цвета гепарда которые должны напоминать покупателям об исчезнувшим героем чем честер проходил через самые различные испытания но именно мексиканские законы оказались для него препятствием которое он не братья мексиканцы вы меня блять разочаровали для чего отличный маскот а вот не понимают луки нездоровое питание а может стоит просто детям блин который покупает объяснить что стоит с этим не перебарщивать купить там пачку раз в неделю блин похрустеть а не обжираться ими блин а как вот в мексику и по моему в мексике есть такая же проблема что в некоторых городах у них очень сильная зависимость от кока-колы из-за чего многие буквально ее хлещут как воду и реально по-моему есть какой-то городов которым потом пола буквально стала ну реально вместо воды ее блять просто пьют и выкупать целыми ящиками смог обойти кто знает может спустя годы в мексике люди уже не смогут вспомнить что когда-то на упаковке был какой-то там гепард судьба мошонка читаться в каком-то плане иронично повторится ну ладно хотя бы в других странах честер на месте я же хочу закончить на истории про маскота который вообще исчез далеко не всем маслом продуктов приходилось быть антропоморфными животными иногда достаточно было просто быть солидным чернокожим мужчиной в бабочки компания марс славилась не только своим шоколадом но и рисом анкл бэнс на заре появления данного риса в россии мужчину некоторые так и называли бэнсом но на деле продукт переводится как рис дяди бэна да да человек паук явно ловил триггер каждый раз когда видел про да это часто усмеивали дух на полках это самая альтернативная вселенная в которой бы питер парке был бы темнокожим учатся майлс моралес был бы белым надо подумать об этом ну вот вам еще один поворот на самом деле этого мужика зовут вовсе не бэн разумеется это вымышленный персонаж однако в компании заявили что он основан на фрэнки брауни чикагском шеф-поваре и официанте именно его дружелюбное лицо посчитали достаточно располагающим чтобы очаровать покупателей но все оказалось не так радужно как можно было посчитать бренд начали обвинять в расизме галстук бабочка многим напоминал бабочку чернокожих слуг а безобидный для русского слуха термин дядя у многих американцев вызывал совсем иные ассоциации слова дядя в ранние нетолерантные времена использовали для обращения к пожилым чернокожим на юге америки со стороны белых таким образом избегая слова мистер если кто-то воспринимал слово дядя как нечто напоминающее о семье другие люди вспоминали времена расовых притеснений бренд честно пытался держаться дядя бен не был каким-то полноценным постоянным персонажем в отличие от какого-нибудь рональда макдональда по сути его постоянная функция была смотреть с упаковки типа серьезно по моему это уж реально ёбаный перебор вместо того чтобы просто пленять что тебе просто милый персонаж дружелюбный опять же повар который дает вкусный рис просто дядя пен все нет блять мы припишем что это бабушка которая отсылается 5 временам расизма что блин дяди там называли господи они взяли просто это воспринимать как образ дружелюбного дяди повара нет или все у нас любят любой образ который хоть как-то хоть немножко может отсылать 5 тем временам которые вроде стоит опять же забыть но учитывать уроки с прошлого я у нас это ёбаный расизм да идите вы нахуй честно мне кажется что некоторые уже в отношении расизм уже помешались пытаясь везде найти таблет не поискорректно здесь блять неуважительно там жопу не подлезали блять сами сижу подлежите улёб вниз этом лёбра удалить себе развернитесь и вылежите себе анус раз вы такие блять умные после расцвета движения black lives matter чернокожий мужчина был убран с риса бен с оригинал шо это блять милое же название было дядя бэн нет блять бэна оригинальный рецепт бэна а сам продукт был переименован в бэнс оригинал в избежание каких-либо неприятных ассоциаций однако по моему как раз это действие более чем оскорбительно все же на рисе был популярный чернокожий персонаж и вместо того чтобы поставить как вариант менее оскорбительное изображение на упаковку вот эти костюм перерисовать хотя блять это обычная баба галстук бабочка дайте это хочу посмотреть просто вместо того что это обычный галстук бабочка не тот самый который вето надевали опять же таким вот опущенными ленточками обычный галстук опять же официальный типа часто он не напоминает вот по своим костюмом немножко на это будет и пожилого луи армстронга то есть такой официальный певец например этого официальная личность в каком месте здесь расизм чтобы поставить как вариант менее оскорбительное изображение на упаковку что-то более современное и приятное на месте дядюшки бена теперь буквально ничего вообще только одинокое название по сути от персонажа вообще избавились из-за его цвета кожи и предпочли ему буквально вакуум это звучит крайне неправильно по факту здесь блять честно если послушать эту ситуацию случился больший расизм чем его увидели эти борцуны они по факту удалили темнокожего персонажа блять для того чтобы бороться за права черных когда у вас и так был хороший никого не оскорбляющий темнокожий персонаж блять борьба с расизмом свои же ворота вы чё культура отмены добралась даже до рекламных маскотов просто подумайте насколько зло последние годы к дядям беном один дядя бен больше не появляется фильмов про человека-паука а другого прогнали с риса о времена он равы были а с вами был акр не забывайте что вы можете короче огромное спасибо акру за данный ролик реально будет действовать и прочитать конечно немножко послушать про эти ёбаные и у пацан но блять последний случай это бред это и такой ёбаный бред пред найти в этом расизм и по сути вы сами же поступили опять же добились по сути такого довольно расистского решения просто в итоге вырезать на кожу опять персонаж короче респект и лайк за данный ролик это поддержите автор оригинал и комментарий колокольчик и спокойной ночи дружки пирожки чё за бред